МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С раннего возраста он просил, чтобы взять Таисию на руки. Но достаточно недавно мы стали ему давать. Но когда Семен почувствовал опасность, что его игрушки теперь подлежат разделу, теперь у нас началась война. Он стал жадничать и ничего не давать. Товарищ выбирал машину. Ира у меня продавала машину. Мы приехали, выбирали машину, выбрали машину. В итоге ее убили. Это машина. И мы так познакомились. Мужчина захочет, он должен добиваться всего, что он захочет. Поэтому так получилось, что я захотел, и пришлось добиваться. Он просто был очень напорист. И на протяжении двух месяцев он штурмовал каждый день. Он приводил завтраки на работу, обеды, ужины. Мы постоянно проводили время вместе. Из-за того, что он работал в ночном клубе, я, в принципе, ходила постоянно в этот ночной клуб. Так мы и встречались каждый выходной. Так как двое детей это сложно делать, мы ходим где-то раз в полгода, наверное, по одному, отпуская друг друга. Ну и плюс иногда бабушка остается, вдвоем отпускает. Ну это уже не дискотеки, не такой ночной вариант, а кафе, рестораны, клубы уже отошли на второй план, потому что где-то встречаешься с друзьями, которых ты не видишь. Ну это сложно с двумя детьми выходить. Обычно мы уходим все вместе, всей семьей. Ну и, соответственно, круг знакомых и друзей близких, с которыми мы каждый день встречались раньше, сейчас изменилось. Сейчас мы уже общаемся с тем, у кого так же есть дети. Ну все мы вместе гуляем. Бассейн у нас ходит только с мамой. Я пытался с ним сходить в бассейн, но он никак без меня не пошел на бассейн со мной. Почему? Ну привык с мамой ходить, все, буду с мамой ходить. Как бы, да, вроде мальчик должен быть с папой, но Семен еще, видимо, такого возраста, он пока только с мамой. Ну мы строим всегда железную дорогу, Семен. Такие кружки, только собираем конструкторы. Дед Мороз подарил ему огромную железную дорогу. При ее сборе, получается, задействован весь зал, задействованы все поезда, составы. Это самая любимая игрушка. Сема по характеру такой, с ним нельзя разговаривать, ну, жестко, либо прикрикивать, его нельзя заставить. И с ним нужно только договариваться. Если ты не договорился у берега, дальше не поплывешь никуда. Он очень энергичный, очень энергичный и сам себе на уме. Мы у нас в семье, у него есть такое, как бы, небольшое прозвище ему, это либо боевик, либо электровеник. Это ребенок вгусток энергии. Так у нас Таисия, это Ляля. Дмитрий где-то к полугодам только перестроился, что у него есть маленький ребенок, он пересмотрел даже свою работу. Что ночная жизнь – это не семейный вариант. Семья все-таки важнее, да, и нужно с ней больше проводить время, чем в работе. Потому что у нас они растут, и не заметишь, как они вырастут. Потом, как бы, думаешь, думаешь, почему я раньше с ними больше не находил времени. Вот я ушел с шоу-бизнеса, да, крайне поменял сферу деятельности, я ушел в строительство. Самое главное – это здоровье детей. Потому что если вдруг кто-то один из них болеет, настроения нет абсолютно ни у кого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова